Здравствуйте! Я Наталья Скворцова. Сейчас вместе с вами приготовлю картофельную лазанью с рыбой. Итак, для начала приготовим начинку. Понадобится небольшое филе лосося. Филе нарезаю небольшими кусочками. Сковорода разогрелась. Наливаю немного растительного масла. И слегка обжарю обычный репчатый лук, который измельчаю, и морковь, которую натру на крупной терке. Отправляю все это слегка обжариться. Один зубчик чеснока. Раздавлю ножом и измельчу. Стебель сельдерея нарежу тоненькими маленькими кусочками. Все хорошо перемешиваю. Теперь добавляю кусочки рыбы. Все хорошо перемешиваю. И наверняка вы обратили внимание, что лук-порей я добавляю в самом конце жарки. Именно для того, чтобы он сохранил свой аромат. Нарезаю тоненькими полуколечками. И добавляю к начинке. Немножко свежемолотого перца. Итак, все ингредиенты готовы. Перекладываем всю эту форму для запекания. Я выбрала сегодня вот такую, не очень большую. Для начала картофель нарезаю тоненькими кружочками. И укладываю на дно формы. Вот таким образом мы должны полностью покрыть дно формы картофелем. А теперь, чтобы лазанья была у нас сочной и нежной, добавлю немножко московского провансали. Разравниваю ложкой. Теперь выкладываю слой начинки. Тоже разравниваю ложечкой. Добавлю еще перца. Посыплю тертым сыром. Добавлю немного протертых томатов. Еще один слой отварного картофеля. Теперь немножко московского провансали. Разравниваю ложечкой. Щедро посыпаю сыром. Именно он придаст нашему блюду замечательную характерную корочку. И отправляю лазанья в предварительно разогретую до 220 градусов духовку до 15-20 минут. На нашей телевизионной кухне происходит все очень быстро. Лазанья готова. Я достаю ее из духовки. Ну что ж, вот еще одна оригинальная идея, предположим, для семейного ужина или обеда. Одна маленькая деталь. Когда будете подавать лазанью на стол, не торопитесь делать это сразу после извлечения лазанья из духовки. Дайте ей немножко остыть. И только после этого раскладывайте по тарелкам. Желаю вам всего самого-самого вкусного. Субтитры сделал DimaTorzok